Команда «Юрматы». Ну что ж, друзья, добрый день. Вот только что завершилась церемония награждений. И прямо сейчас у нас есть возможность пообщаться с губернатором Тульской области, Алексеем Геннадьевичем Дюмином, относительно этого турнира. Алексей Геннадьевич, добрый вечер. Ну, действительно, грандиозное спортивное хоккейное событие сегодня здесь, в Новомосковске. Ваши эмоции от хоккея. Вы видели эту игру и глаза, ребят, наверное, это дорогого стоит. Ну, я хочу сказать, что это седьмой год подряд мы проводим Кубок Еврохима. Это уже, скажем, годом команд прибавляется. Сегодня это уже 14 команд из 10 стран. Это не Кубок Еврохима, это чемпионат мира, детский чемпионат мира, в прямом смысле этого слова. Здесь по линии организации все на высоком уровне. Мы, наша задача, наша работа – популяризировать это без спорта, делать необходимую инфраструктуру. И, конечно же, на примере таких турниров международных, российских турниров детских, мы даем понимание и импульс возрождению тульского хоккея, который здесь был. И это наша работа. И я хочу поблагодарить Еврохим, компанию, которая сегодня год здесь находится и проводит данное мероприятие. Ну и, конечно, тех легенд, которые приехали. Слава Игорю здесь, Фетисов с нами, которые сегодня вместе со мной или я вместе с ними, мы выйдем играть против сборной мира среди детей. И дадим им достойный бой. Кстати говоря, да, вот об этом матче, который начнется совсем скоро, насколько принципиально будет добиться положительного результата и показать класс? Или все-таки будет такая немножечко игра для детей? Ну, мы не первый год, если принимаем участие в этом матче. Могу сказать, приходится побегать. Ребята хоккей понимают, интересно с ними играть, поэтому настраиваемся серьезным образом. Я бы хотел поблагодарить Алексея Геннадьевича за организацию уже седьмого турнира, который сегодня, в это непростое международное время, в общем, я имею в виду в политике, да, является таким примером для всех, руководителей разных стран. Вот эти мальчишки настоящие послы доброй воли. Они приехали, их родители не испугались отправить сюда. Это тоже очень факт такой хороший. И именно здесь, в Новомосковске, уже было сказано, определилась столица мирового детского хоккея. И мы просто, ну, горды и счастливы. Я точно знаю, вот мы с Игорем достаточно долго играли, но свои первые международные турниры мы помним всегда. И это, я думаю, что останется у них на всю жизнь. Они с теплом будут вспоминать то, что они здесь провели время. Поэтому великолепные само по себе события. И мы поздравляем Тульскую область, Новомосковск, Еврахим. Да, большой бизнес тоже здесь участвует. Надо им сказать спасибо за это. Все предпосылки к тому, что Тульская область и Новомосковск станут таким домом столицы мирового детского хоккея уже есть. Сегодня заложили камень уже третьего ледового дворца в этом городе. Как скоро мы увидим хоккеистов из Новомосковска в КХЛ, может быть? Вы знаете, это потрясающе то, что в маленьком городке России проводятся такие соревнования. Дальше то будет еще лучше, потому что получается три катка, будет больше команд, будет больше мальчишек и девчонок увлечены игрой. Поэтому это то, что делается вот именно нашей страной, в частности с Евгенальевичем, который укладывает в свою душу и сердце вот именно в спорт, в хоккей, в фигурное катание. Это здорово. Алексей Геннадьевич, заключительный вопрос с вашим приходом в Тульскую область. Хоккей стал стремительно развиваться. Вот мы видим, что уже третья арена в скором времени появится. Проводится замечательный детский турнир. Какие следующие шаги, какие ориентиры и перспективы? У нас это третья арена в Новомосковске. У нас еще в планах открытия строительства четырех арен ледовых крытых. Одна из них – это большая, порядка на 3000 мест, которые будет в центре Тули совсем уже осенью будет открыта. И наша цель, наша задача – возродить историю тульского хоккейка, которая была в Советском Союзе. И это наша работа. Мы все делаем и понимаем, что когда будет необходимая инфраструктура, когда будут необходимые площадки, которые востребованы сегодня, и мы видим интерес молодежи, интерес мальчишек и девчонок к фигурному катанию, какие, да вообще к любому виду спорта. И это наша работа, это наша задача. И такую задачу ставит нам президент. И мы сами понимаем, что в здоровом теле, здоровый дух и здоровая нация – это продолжение всего того, что вот закладывали эти легенды, эти великие люди, которые, кстати, мы сейчас с ними должны уже уходить в раздевалку, переливаться и развинаться. Все, отпускаем вас. Очень скоро галмач здесь, в Новомосковске. Так что жаркий вечер хоккея здесь вовсю продолжается. Друзья, продолжаем следить за развитием событий. Играйте в хоккей, любите в хоккей и приезжайте в Тулу. Это лучшая игра, да, в Тулу, в Новомосковск. Да, получайте удовольствие от замечательной игры. Спасибо. Спасибо большое.